В России начинается новый кризис, лекарственный. Это уже может привести к реальным социальным протестам. Российские производители лекарств отказываются выполнять госконтракты, заключавшиеся по низким ценам 2014 года, и готовятся останавливать предприятия. Дефицит лекарств на себе уже начали испытывать диабетики, следующие на очереди раковые больные. Правительство Российской Федерации старается улучшить ситуацию, но постоянного диалога с участниками рынка пока не получается. Российские фармпроизводители оказались на грани коллапса. Участники рынка говорят о 14-16 закрытых предприятиях. Часть заводов приостановила выпуск продукции, подтвердил член Комитета по охране здоровья Госдумы РФ Александр Петров. По его словам, это связано с тем, что есть старые запасы, и многие потребители на фоне валютных колебаний ждут фиксации курса, чтобы закупать лекарства. Депутат Свердловского ЗАГС Собрания, создатель известного на Урале лекарственного дистрибьютора «Радуга» Александр Серебренников приводит конкретный пример. Отпуск лекарств прекратил Воронежский фармзавод. В конце прошлого года его в составе холдинга «Вера Фарм» выкупила американская корпорация «Эббот». Они производили часть анестетиков, обезболивающих для онкологии, говорит Серебренников. Комментировать ситуацию в «Вера Фарм» не стали. Телефоны Воронежского фармзавода не отвечали. Сейчас здесь в принципе настороженно относятся к журналистам. Недавно фармзавод раскритиковали на НТВ. В репортаже Центрального телевидения рассказали о том, как рабочих заставляют подписывать внутренний циркуляр, обязующий соблюдать режим санкций, введенных США против России. Ситуация с остановкой производства грозит перебоями в поставках лекарств. И чем это закончится для больных, понятно. До сих пор на слуху самоубийство контр-адмирала Вячеслава Апанасенко в феврале этого года и генерал-майора генштаба РФ в отставке Бориса Саплина в марте. Оба страдали онкологическими заболеваниями в последней стадии, мучились сильнейшими болями, но не имели возможности получать в должном количестве обезболивающие. Что если без обезболивающих останутся тысячи, десятки тысяч больных? В аппарате Думского комитета по охране здоровья, где сейчас создана антикризисная рабочая группа по ситуации на лекарственном рынке, также говорят, что производств пока никто не останавливал. Но многие испытывают сложности и находятся на грани. Ситуация действительно накалена. По контрактам, сыгранным в конце того года, производители меняют цены. И у большинства дистрибьюторов просто коллапс. Наши менеджеры в ежедневном режиме встречаются с производителями и просят, чтобы цену не меняли, рассказывает Серебренников. На сегодня, насколько я знаю, больницы объявляют конкурсы, но производители и дистрибьюторы в них не участвуют. Просто невозможно поставить по ценам, по которым они выставляют. Сейчас работают те стоки, которые были обеспечены в конце прошлого года. Это позволяет нивелировать проблему. Но нам представляется, что ситуация не столь простая и может развиваться по мере истощения запасов стоков. Их хватит на квартал. Совершенно нереально сделать стоки на полгода или девять месяцев. Таких нет мощностей ни у кого, подтвердил слова Серебренникова, исполнительный директор Ассоциации международных фармпроизводителей Владимир Шибков. Судебные иски, свидетельствующие о проблемах компаний, работающих в отрасли, уже появились. Так, два дня назад в картотеке арбитражного суда Свердловской области появилось заявление Сбербанка РФ, КОО «Мединтерсервис» и его собственнику. По данным системы SPARC, основная деятельность компании связана с оптовой торговлей, фармацевтическими и медицинскими товарами. Арбитраж решил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности Мединтерсервису и его директору Александру Семенову на сумму более двух миллионов рублей в связи с неоплатой ранее взятого в банки кредита. Предвидя ситуацию, в декабре прошлого года фармпроизводители начали штурмовать правительство РФ письмами на имя премьера Дмитрия Медведева и главы Минздрава Вероники Скворцовой с предложением садиться за стол переговоров и срочно обсуждать корректировку цен на лекарства. Международные компании, в отличие от российских, не имели возможности с 2010 года, когда было введено ценовое регулирование, скорректировать цену даже на минимальную часть инфляционного процента, отмечает еще один аспект проблемы Шибков. Скворцова на просьбу отреагировала. По ее поручению с участниками рынка встречу в конце декабря организовал ее зам Игорь Каграмян. Но с 20-х чисел декабря много воды утекло, отмечает сегодня Шибков. По его словам, в существующих реалиях диалог должен быть постоянным. Это единственный способ сохранить существующий баланс, заставить рынок хоть как-то работать. В Москве уже наступили первые перебои с зарубежными лекарствами. На днях за подписью Медведева вышло постановление правительства РФ о мерах стабилизации лекарственного рынка. Всего их три. Индексация цен на ЖНВЛП, цифра не указана, дополнительная 16 миллиардов рублей на закупку лекарств и протекционистское ограничение, именуемое «третий лишний». Если в торгах участвуют два отечественных препарата, то иностранное средство не принимается к участию. Насколько эффективными окажутся меры, загадывать никто не решается. Тем более, что понятие «отечественный препарат» весьма условно. По сравнению с объемом производства субстанций, компонентов лекарственных средств в СССР, мы упали практически в 100 раз. Сейчас производится только 1% от необходимого. Например, практически нет производства субстанций для антибиотиков, что вообще подрывает лекарственную безопасность России, объясняет Петров. Федеральная программа «Фарма-2020», призванная устранить этот дисбаланс, явно отстает от нынешних реалий. Чтобы запустить производство субстанций, надо минимум 4-5 лет. Поэтому рассчитывали, что это произойдет к 2020 году, говорит Петров. К 2016 году в России сумеют прибавить в объеме собственных субстанций еще примерно 18 позиций. В нынешней ситуации это капля в море. Лекарственный кризис может стать более серьезной проблемой, чем валютный, ценовой и банковский. Это потенциальная причина настоящих социальных волнений. У бабушек нет счетов в банках, они не меняют валюту, продукты покупают самые недорогие. Основная часть пенсий идет на лекарства. Если лекарства подорожают вдвое-втрое, может случиться социальный взрыв.